Зачем нужна техника безопасности при выполнении слесарных работ? Всем привет! Итак, техника безопасности нужна в первую очередь для того, чтобы избежать ушибы, переломы, растяжения и прочие факторы, которые называются несчастные случаи на производстве. Так вот, что для этого нужно знать? До начала работ, во-первых, нужно одеть специальную одежду. И причем одежда не должна быть, какая попалась, она должна, во-первых, быть чистая, опрятная, не должно быть свисших концов. Если необходимо, то рукава нужно закатать в локте, таким образом, чтобы они в процессе работы не раскручивались обратно. Далее, рассмотрим рабочую зону на примере верстака. Значит, верстак должен быть, во-первых, ровно располагаться на ровной плоскости, иметь устойчивое положение, чтобы в процессе работы он был устойчив от нагрузок, вибраций и других воздействий, которые могут его подвинуть. На самой верстаке должен быть порядок, инструмент должны лежать на своих местах, сами инструменты должны быть пригодны к работе, а именно, рассмотрим на примере молотка. Молоток должен быть в рабочем состоянии, ударная часть должна быть насажена на ручку, наконечник должен иметь, с одной стороны, заострение, острую часть, а ударная часть должна иметь гладкую поверхность. Далее, рассмотрим зубило. Зубило должно быть заточенным и иметь прорезиненную защиту, для того, чтобы, когда производилась рубка металла, когда молоток не попадает по рабочей части зубила, чтобы рука была защищена от травмы. Далее, рассмотрим крит-смеси. Он тоже должен иметь острую рабочую часть, не иметь сколов и прочих повреждений. Во время работы, прочно зажимаем какую-либо заготовку в тисках. При обратном процессе, нужно соблюдать внимательность и аккуратность, потому что заготовка может упасть неожиданно, если тиски оказались плохими. Так же, как я уже ранее говорил, на верстаке должен быть порядок, но после работы всегда образуется мусор. Его лучше смахивать щеточкой, чтобы, опять-таки, не повредить руку. Так же, руки должны быть в зависимости, ну, по ситуации, где-то в перчатках, где-то удобнее без перчаток. В любом случае, нужно быть аккуратными и не допускать загрязнения одежды легко воспламеняющимися жидкостями. Если же жидкость, скажем так, где-то пролита, то лучше вытрать ее тряпочкой. А уже эту тряпочку, ветошь, положить уже не в ящик с чистыми тряпочками, а в специальный ящик для ветоши. Ну и впоследствии лучше ее сжечь, чтобы она своим ходом не воспламенилась. К легко воспламеняющимися веществами относят бензин, керосин, спирты. Что еще может быть? Ну, в принципе, много чего может воспламеняться. Но мы сегодня поговорим поверхностно. Так же, будьте осторожны с электричеством. Там где-то есть провода, которые имеют пробитую резину, защиту и могут пробивать искру. Так же, обращайте внимание на станки. То есть, на каждом станке должно быть надпись «Осторожно, ток», «Осторожно, под напряжением», «Заземление», то есть, должно быть «Заземление» и тому подобное. Надеюсь, моя информация была полезна. Я кому-то смог в этом помочь. Пишите комментарии, ставьте лайки. Если вам понравилось это видео. Если нет, напишите комментарии, почему вам не понравилось. Я постараюсь это исправить, чтобы последующие видео были лучше. Так же, пишите комментарии, если есть у кого-то какие-то предложения по видео. У вас есть личный вопрос, давайте разберем. На этом все. Всем спасибо и до новых встреч. До новых встреч.